В выходные в Чубаксарах прошел фестиваль журналистов в месте Медиа при Волжье. Возникший 15 лет назад как профессиональный форум радищиков, за это время он расширил тематические и профессиональные границы и стал площадкой не только для дискуссий, но и для выработки стратегий. Лет 80 назад, когда радио только появилось, газетам прочили забвения. В 1960-х годах, после первых телепередач, заговорили о скорой кончине радио. Сегодня телевизионщиков пугают интернетом. Однако ни 80, ни 50 лет назад, ни сейчас ни одно из этих СМИ не сдало позиции. И вряд ли это вообще произойдет. Особенно сегодня, когда половина населения страны большую часть жизни проводят в дорожных пробках. Какой медиа может заменить радио? Ни интернет, ни телевидение, ни газеты, никто. Поэтому радио было, есть и будет. В этом сомнений нет никаких. Однако конкуренция была и остается чрезвычайно высокой. И в борьбе за читателя, зрителя и слушателя отнюдь не все средства хороши. Есть только один проверенный способ быть интереснее, оперативнее, насыщеннее. Одним словом, профессиональнее, чем другим. Именно секретами мастерства корифей эфиры делились с молодыми и перспективными. К примеру, как можно и нужно расположить к себе собеседника, чтобы он охотно поделился не только информацией, но и эмоциями. Я вчера был на утреннике, съездил на минут 40 к внуку на утренник. Посвященному утреннику было осенью, так прекрасно ребята выступают в основном. Министр информационной политики и массовых коммуникаций Чуваши Александр Иванов с удовольствием согласился на Блиц-интервью с известным ведущим, отметив, органы власти республики заинтересованы в широком и объективном освещении их деятельности. Это основа для конструктивного диалога с обществом. Такие форумы, как «Вместе.Медиа» очень способствуют тайковому развитию событий. Всего в программе фестиваля было 11 мастер-классов с известными журналистами, на которых побывали более 100 человек из разных городов Поволжья. Елена Гальперина, Россель Мухаммедов, Республика.